Передача пойдет о силе Божьей, потому что, в принципе, очень много разных программ доктринальных, очень много программ богословских, очень много дебатов, взглядов, и на все есть свое время, как писал Экклесиаст, но немного программ, где говорится о проявлении Божьих, о силе Божьей, и много вопросов вокруг этой непознанной тайны духовного мира, и то, что сможем, мы приоткроем, может, у нас недостаточно будет так много времени, но то, что сможем, приоткроем, в чем есть познание, о том будем говорить. Люба, у вас шесть детей. Семь. У вас семь детей. Шесть сыновей и одна дочь. Ого-го, шесть сыновей. У меня три сына, и я уже представляю, как еще три добавить. Вот. Как вы вообще справляетесь? Не сложно вам вот и служение, и дети? Дети уже взрослые, да? Да, дети уже взрослые. Моему меньшему сыну 16 лет. Меньшему 16, младшему, да. Практически мои дети все в служении. В служении, слава Богу. Да, я имею два старших сына, они уже пастыря, служат в церкви. Они уже пастыры? Да, рукоположные. Рукоположные пастырей. Вау. Мой меньший сын, он тоже играет в группе прославления, моя дочь. Как молодежный пастырь уже. Он уже, меньший сын, как молодежный пастырь помогает. Вау, вау. Мы понимаем следующую волну, которым на 15 лет моложе старшей волны. Вау. Старшая волна. Волна 30, 25, а это уже новая волна 15, вот 16. Вау. Они проповедуют, служат. И это помогает мне воспитывать моих детей, потому что они в церкви, в служении. И это моя радость, мое благословение. И вы с ними участвуете во всем этом. Я с ними участвую и помогаю. Ну, я знакомлю, потому что, ну, многие знают тут пастыря Василия, Влада, вашего племянника пастыра. Знаете, я же сам женатый и знаю, сколько есть вещей за кулисами. Вот. Не просто, скажем, женам, служителей. Есть своя борьба, есть свои напряжения, есть своя тяжесть. Кстати, моя жена, она хочет начать целую телевизионную программу с женами служителей. У нее огромное такое есть, как бы, огромное желание именно говорить жизнь за кулисами, чтобы принести надежду другим, что не только у них эти вещи, с которыми они борются, сражаются. Вот. Я верю, что как-то вы поучаствуете в этой программе. Она еще не начала, но желание есть такое обязательно сделать. Вот. Справляетесь вы, вот, и служение, и дети. Получается? Да, получается. Уже внуки появились. Уже имею трое внуков. Ага. Ну, да. Добавилось больше работы. Да. Ну, наверное, какой-то период, оно прошел уже, да, больше, где нужно, оно забирало больше времени. Просто у нас детки маленькие, вот, ну, как маленькие, и годик у меня есть, и три, и восемь, и служение, конечно, очень непросто. Это непросто. Это нужно влаживать свои силы, молитвы, посвящения. Это однозначно. Вот. Ваши дети сегодня служат Богу, да? Да. Я понимаю, что я немножечко ухожу от темы, но... Андрей, так получилось, что из нашей группы, несколько семей моих родственников и мои племянники, мы вместе и создали, вот, начали эту церковь, в которой мы теперь служим. И когда я был миссионером, вот, с женой в России, как-то я, как миссионера, всегда жизнь, вот, в недостатке, и те небольшие гроши мы еще отбирали, их где-то посвящая. Она всегда полно людей в доме, там, ящиками печенья и ведрами чай. Вот. Это как жизнь миссионера. И я думал уже так, ну, вот, закончу миссионером, поеду в Америку, не хочу, чтобы мои дети стали служителями, там, пасторами, и пусть как-то поживут мои дети побогаче, не так, как я, вот, просто от копейки до копейки, от копейки до копейки. И когда приехали, вот, начали служение, то не получилось мне моих сыновей оттолкнуть, не захотели, стали с отцом, вот. И теперь я хочу сказать, что мы не про, мы не потеряли, что дети стали с нами. Вау, конечно. Имеем достаток. Сейчас некоторые даже другие-другие пришли, как в каждую волну Бог вливает что-то больше, что-то больше в христианство. И пришел сейчас достаток, вот. Где-то побочные имеют какой-то бизнес, где-то еще, вот. И для нас, что вот дети в служении, это и защита нашим детям. Вот так. Слава Богу. Хорошо, хорошо. Друзья, вера утверждается, написано не на слове человеческой мудрости, но на силе Божьей. Царство Божье, оно не в слове, но в силе. Апостол Павел говорит, я приду к вам, я проверю не слова возгордившиеся, но силу Божью. Я верю, что сила Божья также имеет уровень. Есть уровень силы Божьей. Есть уровень. А однажды, кстати, это Тибиджашу сказал, что сила Божья, если власть дана каждому верующему человеку, ну, уровень власти зависит от его духовной зрелости и роста, то сила Божья – это вознаграждение за близость с Богом. За вознаграждение, за близость к Богу. Кстати, интересно, первая глава Римлянам, там написано об Иисусе, что он открылся в силе по духу святыни. И, ну, насколько мне это понятно, ну, святость, что такое святость? Это отделение. Насколько он сильно отделил себя и приблизил себя, приблизился к Богу, определило уровень его силы. И я верю, это доступно каждому верующему человеку в зависимости, насколько он хочет близко быть с Богом. То есть он уже, наверное, определит сам своей жаждой, вот своим хотением, временем с Богом определит, наверное, уровень силы в своей жизни. Ну, оно, смотри, приближение к Богу – это определяет и его познание, и его познать его, знать его – это невозможно, если ты не приближаешься к Богу. Амэн, амэн. Это дано знание от него, написано. Кто любит Бога, это же близость к Богу, тому дано знание. Дано дается знание, потому знание, есть некоторые люди, могут игнорировать одну часть понятия приближения к Богу. Они стараются закрываться от всего, от всех, где-то в своей тайной комнате, и я приближаюсь к Богу, и я хочу его больше познать. Это не вся, не вся правда. Не все познать. Не все познать. То, что Библия говорит, познавать его во всех путях. Во всех путях. И написано, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям. Что Дух творит, делает, как ведет Он церковь. Бразилия, Корея, Африка, Европа, Америка, Мексика и Украина. Это не обозначает, что приближаться к Богу, это жить аскетической жизнью, монашеской, закрыть. Это явление имеет место. И без этого, если мы только вот везде, но не имеем тайной комнаты, то это ущербность. Это будет знание, которое надмивает. Но другая сторона, что когда мы только концентрируемся сами в себе и мы игнорируем других помазанников, Дух Святой, что говорит церквям, как Он ведет. Это будет тоже неполнота. То есть необходимо внутреннее и внешнее. Внешнее. Это не обозначает приближение к Богу. Ты всех игнорируешь. Ты всех не почитаешь. Ты всех не признаешь. Вот я и Бог. Мне Бог говорит. Мне пастор ничего не скажет. Мне там бишоп ничего не скажет. Это out of balance. Это неправильно. Хорошо. Хорошо. Давайте пойдем так по порядку. Вот сейчас у вас будет вот эта конференция. То есть вы даже в какой-то мере смело заявляете то, что будут исцеления, будут освобождения. Ну поймите, я сейчас, друзья, занимаю и вашу сторону, и как бы как ведущего. Но почему? Мне это близко, потому для меня это более понятно. Но если объективно смотреть и чуть шире, потому что возникает очень много вопросов. Очень много вопросов, потому что будет освобождение, будет исцеление. Вы уже простите, что касается первой части спасения, что является главным, об этом говорится очень много. Я не хотел бы, чтобы мы говорили снова, о чем, в принципе, слышат всегда люди. Я хотел бы тронуть, может, даже ту сферу, которую не часто слышат люди. Вот. Хотя я еще раз подтверждаю слова пастора и опираемся, то, что спасение, оно первично. И оно самое важное, потому что речь идет о вечной жизни. О том, что человек имеет надежду. И Иисус пришел спасти людей. Поэтому спасение, то, на чем мы строим, наверное, или держим наш взгляд. Но, что касается освобождения или исцеления, оно связано с отрезком жизни на земле. Как будет человек? Он может быть спасен, но он промучается всю жизнь? Или он может быть спасен и через это освободить себя? Я верю, что в Иисусе мы имеем полную свободу. Полная – это значит и духовная, и душевная, и физическая. Но люди часто опираются только на духовную, скажем, ту свободу в том, что они имеют вечную жизнь, надежду. И игнорируют то, что в Иисусе мы можем иметь свободу и в теле. То есть мы можем… Такая есть программа под названием «У Господа исцеление». Душевная вещь – это сфера познания, это сфера знания Бога и многих аспектов, на которые мы должны обратить внимание. Эмоций. Эмоций, да. И я верю, что нам необходимо, потому что в Фессалоникийцам, если я не ошибаюсь, написано, что Бог способен сохранить нас, и дух, и душу, и тело в совершенстве ко дня пришествия Его. Речь не идет о вечной жизни. Речь идет о отрезке нашего времени, как мы проживаем здесь на земле. Мой вопрос. Проявление духовного мира. Вот. Что оно дает? Что оно свидетельствует для многим другим людям верующим? Мы говорили с вами за кулисами очень важную мысль. Вы подчеркнули, я записал, чтобы это озвучить. Вот. Когда проявляются, проявляются и бесы, проявляется, скажем, духовный мир. Вы сказали, что люди должны познавать духовный мир не на кладбище в 12 часов ночи, через оккультные методы. Но, потому что это сфера оккультизма, это духовный мир не с того источника. Но сегодня так мало верующих людей, которые познают духовный мир через церкл. Андрей, смотри. Такого духовного мира, мы просто делаем такую оговорочку. Да, да, пожалуйста. Такого, как оккультный мир, на самом деле его не существует. Он обманчивый, лживый, потому что дьявол своего мира не имеет. Он просто находится, он сотворенная личность, он находится в Божьем мире. То, что он этот мир оккупирует, и мир, которым он оперирует, это мир не им созданный. Дьявол не имеет своего мира. Он живет, он сам сотворенный, в мире Богом сотворенным. Он извергнут, изгнат из Божьего присутствия. Ему выделен Богом мир, где он оперирует, но на самом деле это Божий мир, который изначально все Бог создал. И его же. Он сотворенная личность. Потому, если смотреть на целый ряд духовных действий оккультизма, как он оперирует, то мы узнаем, что на самом деле те пути, те варианты, те принципы, те вещи, которыми дьявол оперирует, он не своими и не в своем. Потому, если вы смотрите, друзья, на оккультистов, которые сегодня, к ним очень большой интерес, нашей молодежи, Голливуд представляет это в извращенной форме, сатанизм, открытые, зарегистрированные общины церкви и так далее. Если вы смотрите, как оперируют в Африке и так далее культисты, то это не мифология, это не иллюзия, это реальный мир. Косточки, фотографии, какие заколдованные волда, значит, какие-то волосочки, какие-то камни. Методы, которыми не оперируют. Которым прицепляются демоны. Смотрите, если так оперируют оккультисты, они знают это, как это работает, у них все это получается. У тебя, Джошуа, много колдунов приходило на покаяние. Вот один пример из них, когда дьявол то, что дает тебе, потом он обманет, он вор и убийца, и он никому не простил дьявола. Он воздав меру полную и утрасенную. Это жизнь во тьме, это жизнь во мраке. И один оккультист, один колдун, который с большим эспиренсом прошел, в конечном итоге пришло время расчета. И это оставались считанные дни, ему нужно было найти убежище. И он узнал о церкви Тибиджашуа, принес часть своих оккультных вещей, спрятал в кустах, в мешке. И во время служения Бог Тибиджашуа открывает и говорит, значит, там и там находится человек оккультист, выходи на покаяние, тебе остались считанные дни, ты будешь уничтожен. Он выходит. Он пророчески говорит, где твои вещи, которые принес, там и там, принеси, он приносит. Он говорит, ты не все принес, но, говорит, остальное я не могу принести, потому что это очень сильные предметы в его доме, вот, специальная комната. И говорит, если я только прикоснусь, я буду сразу убит. А, друзья, если вы думаете, что это неправда, вы ошибаетесь. Это правда. Я вот своими глазами это видел. Говорит, я пошлю с тобой своего человека и все вещи, которые оккультные, привези сюда, потому что ты будешь уничтожен. Если Бог тебя не освободит, ты будешь уничтожен. Он привозит. В этих оккультных вещах находился и голубь, живая птица, голубь. Вау. Он разговаривает с этим голубем. Люди приносят деньги, платят за того, нужно уничтожить, того убрать, того сместить, того мужа забрать, того раскидать и пошел. Люди платят деньги, он делает чары, он делает вещи. И он разговаривает одну, у него на службе голубь. Он привязывает на ниточки голубя проклятие, которое нужно по адресу и по имени занести. И отправляет его. Дает задание, разговаривает с голубем. В духовном мире голубь ее понимает, все как полагается, и все, голубь пошел. Прилетает по этому адресу, сгрызнул записку, сбросил на дом. Через пару дней звоним, все, человека нет. Это правда. Амин. Это правда. Потому, послушайте, а духовный мир есть правдивый. И бояться духовного мира, его не знать, это не по Писанию. Библия говорит, апостол Павел говорит, что нам не безызвестны сатанинские умыслы. Не просто дела. Многие люди даже не знают, что такое дело дьявола. Они мешают все вместе. И Бог болезнь дал, и грех, и все по воле Божией. Но это не так. Это неправда. То есть я хочу немножко, я вот слушаю и со стороны сразу зрителей, пытаюсь услышать вас. Духовный мир сотворен Богом, но в нем есть, то есть вообще слово мир, интересно, слово мир обозначает оригинальным словом космос. Космос обозначает сила власть и управление. То есть управляющая система. Управляющая система. То есть духовный мир сотворен Богом. Так как дьявол свергнут. Иисус даже говорит, вот идет князь этого мира, но во мне не имеет ничего. То есть не идет речь сотворенная Богом, а в сотворенном Богом он изуродовал систему управления. Написано, все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца. Везде упоминается слово мир. И часто люди, они путают вопрос земли и вопрос мира. То, что Бог сотворил один мир и одну землю, царство Божие и землю. Но я понимаю, что когда дьявол был свергным и обманным путем, отобрав власть у человека, он до пришествия Иисуса Христа, до смерти на Голгофе, имел легальное право управлять на территории земли. Князь написано, господствующий в воздухе. Но когда Иисус отнял силы у начальца властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою, отобрал всю власть, отдал ее снова церкви. То есть мы говорим, что теперь дьявол оперирует обманом или незнанием верующих людей. Он оперирует на тех частях, которые не отняты церковью. Он не легально, но все еще он там. И потому и поручено церкви, чтобы мы проповедовали Евангелие до концов земли, чтобы мы изгоняли бесов. И нужно сказать, мы не претендуем как церковь на апокалипсические события, которые предсказаны в Библии, как оно все происходит в конце и все прочее. Но целый спектр вещей, которые церкви поручено делать. Остальное это делает, когда явится Иисус Христос. Церкви поручено изгонять бесов. Поручено. Церкви поручено исцелять больных. Это поручено. Церкви поручено воскрешать мертвых. И говорит апостол Павел Фессалоникийцем, что тайна беззакония уже в действии. Но потому что на пути стоит, как это по-русски, воздерживающий теперь. Удерживающий. Теперь, значит, этот удерживающий теперь. Одни говорят, что это просто Дух Святой. Но Дух Святой это невидимая личность, духовная личность. Но мир, в котором мы живем, он физический, он и духовный, но проявление физическое, мир и физическое. Потому я веру, удерживающий теперь. Это Дух Святой в церкви. И задача церкви играть очень большую роль. До тех пор, когда сам Иисус Христос придет и Духом у своих убьет нечестивого. И настанет Царство Господа, тысячелетное Царство. Но до этого мы имеем право, и мы призваны оперировать со всей смелостью, со всем дерзновением и знать, что дьявол побежден. То есть, когда происходит проявление, реальное проявление, духовное проявление. Когда люди видят своими глазами, что бесы это не миф, это личности. Что, когда происходит проявление, это свидетельствует многим людям, которые должны понимать, что реальность духовного мира существует. И это не просто тексты, которые мы читаем, а когда люди практически соприкасаются. Это свидетельствует о реальности духовного мира. Это затачивает, делает осведомляет людей. Вот она реальность. Тело, которое мы живем, это дом. Это костюм. Первичность, реальность, это дух. Потому, когда мы смотрим на изгнание бесов, есть два аспекта здесь. Во-первых, этого не нужно бояться. Некоторых людей смущает эта тема. Они боятся, они бегут от таких понятий. Я приехал на Украину и попробовал моим родственникам показать наше собрание и знание бесов. Я не мог подумать, что такое может случиться. Сидят вот мои родственники, молодые семьи с детьми и жены. И на экране я поставил, значит, и одержимый, как зарычал в камеру в экране. И они, их как сдуло с дивана. И они забились все в дверь. Я думал, двери выломают и пробежать не могут. И стали кричать, свят, 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 свят Господь. Я в шоке. Не понял, что они первый раз, будучи христианами, увидели подобное явление. Тогда, когда на самом деле это должно быть как образ наших богослужений. Мы не ищем демонов. Мы ищем Духа Святого. Куда приходит Святой Дух? Он очищает. Когда приходит огонь, все демоны кричат. И у тебя нет выбора? Или ты просто сложишь руки и пусть все будет как будет? Люди часто смотрят, мы там иногда ролики выставляем с Крусейдов. И начинают такие глупости писать. Я думаю, ну вы пойдите сейчас в эти страны, начните проповедовать там Евангелие. И начните своими глазами видеть то, что начнет происходить. Люди думают то, что мы вызываем, что люди тресет, кидает, швыряет. Да нет, от помазания проявляются бесы, болезни, за которыми стоят бесы. Всех начинают кидать, швырять, трясти, орать. И люди часто смотрят и думают, что это мы в них что-то внушаем, что-то там делаем, создаем эти все шоу. Да приходит Дух. Какую энергетику выпускаем. Энергетику выпускаем. Приходит помазание, сила Духа Святого. Бог очищает людей. Бог, мне кажется, вообще на эти вещи совершенно по-другому смотрит. Бог есть Дух. Бог вообще не плоть. И он заинтересован в освобождении у людей. Освободить их, потому что дьявол их всю жизнь обманывал, всю жизнь держал этих в оковах. А не просто, чтобы впечатлить мнение людей, которые привыкли к тому, что все тихо, спокойно и ничего не происходит. То есть, многие люди боятся молиться за освобождение. Вы даже говорили, многие пасторы боятся молиться за освобождение. Думают, что у них нету силы или помазания. Это очень-очень обширный вопрос. И даже вот в этой передаче мы не все вещи можем коснуться. Давай мы сейчас этот вопрос чуть-чуть сдвинем и коснемся этого. Пожалуйста. Душа человека, дух человека, духовный мир не измеряется метрами, сантиметрами, километрами. Это совершенно another dimension. И представить, что в одном человеке был легион личностей демона, в нашем понятии, стоп, сколько это надо было расстояния? Это было надо, чтобы хотя бы метров 15-20, чтобы поместить это все. Это совершенно другие вещи. Это совершенно другое измерение. Мы не можем, мы можем сказать, что на конце иголки может находиться там миллион демонов или наоборот. Эти понятия нам непостижимы. Мы признаем веру и факт, что вот Христос освобождает человека, в которого внутри человека он личность, и там находится еще легион личностей. Личности, которые думают, которые оценивают. Потому, может ли человек, христианин, иметь демона? Давай, может, с этого момента коснемся. Пожалуйста. Дорогий Принц сказал, нет, потом мы выгоняем. Послушайте, может ли христианин иметь демона? Давайте мы поговорим об этом, может быть, более логично, светски или просто вот так со стороны, как простые люди, может, даже не христиане или как. Христос дал поручение изгонять демонов. Разве Он дал поручение изгонять демонов из неверующих людей? Зачем изгонять из неверующих, когда они по другим господствам? Ну, неверующие люди очень часто, они постятся и молятся, чтобы больше получить этих сил. Потому, нигде не поручено. Если это так поручено, что вот мы из неверующих изгоняем людей демонов, тогда, пожалуйста, вот сколько психбольниц? Идите и изгоняйте. Ну, мы это не делаем, и нам никто и не разрешит этого делать. Вот, потому бесы, как ты говорил, себя дочь Авраама, который дьявол себя связал, вот уже сколько лет, и она имела эту проблему. Потому, может ли христианин иметь демона? Знаете, демон, я, мое персональное мнение, что когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом, Иисусом Спасителем, мы принимаем в наш дух, и наш дух спасет. Мы совершаем наше спасение посвящением, посвящением, хождением в близости с Богом, наша душа, она в процессе этого. Но наше тело, это другая субстанция, она подвергается болезням, нападениям, и наша душа, в том числе, эмоциональным каким-то стрессом. И эти стрессы, они не от Духа Святого. Амин. Они не от Духа, они, апостол Павел говорит, что страхи снутри, вот, что он терял при этом спасение, нет. Следующий, очень деликатный момент в жизни апостола Павла, где апостол Павел говорит, что дано мне жало сатаны в плоть мою. Это не было на километра, полкилометра, метр, это не было на его плоти, на его теле. Но апостол Павел говорит, что жало, ангел сатаны, дано был мне в мое тело, в мое тело. И что он ел? Он дручал его. Или в английском говорит торчер. Терроризировал. Терроризировал его. Значит, кто этот ангел сатаны? Ну, это очень явно не ангелы Божьи, потому что сам апостол Павел сказал, что это ангел сатаны. Некоторые люди боятся выражаться более конкретно, кто этот ангел сатаны или посланник сатаны. Можно считать, что это был демон. Ну, я не хочу никого пуш на это понятие, но от этого ангела апостол Павел хотел конкретно избавиться. А как это так? А значит, такой святой человек, апостол Павел, и в его теле был какой-то посланник, был какой-то ангел, было какое-то живое существо, которого апостол Павел хотел избавиться. Значит, друзья, может ли христианин иметь демон? Апостол Павел пишет, что такого-то человека, коринфянам, согрешившего таким грехом, я готов прийти и предать тело вознеможение сатаны, чтобы дух был спасен в день Христов. Потому, может ли в нашем теле, можем ли мы, как апостол Павел говорит, чтобы быть удрученным или торчат, мучен, где-то дошкулять по-украински. Вот это явление, это факт. Не надо большой теории здесь. И потому Христос говорит, бесов изгоняйте. Мы изгоняем бесов, должны изгонять бесов в меру, сколько это получается, как у нас хватает мудрости и откровения. Их хватает знания в этой сфере. А в некоторых случаях это не получается. Ученики молились за этого мальчика, и ничего не получилось. Если бы Христос не пришел бы и не выручил бы, с большим помазанием, мальчик и оставался бы то в воду, то в огонь. И что вот этот мальчик, израильчанин, он, значит, он, как и эта дочь Авраама, это были божьи люди. Поэтому наше отношение к демонам должно быть правильное. Где бы он бы не был на километр от нас, на метр, на нашем теле или в нашем теле, мы во Христе спасены. Мы во Христе победители. И апостол Павел, несмотря на всех этих ангелов, он написал большую часть Нового Завета. Он был уверен в своем спасении. Я знаю, в кого уверовал. Он сильно сохранил залог мой, и он открыл массу церквей. Библия говорит, уверовавших будут сопровождать эти знамения. То есть люди не будут бегать. Есть верующие, которые бегают за знамением. А я верю, что когда мы ходим на самом деле в силе Божьей, это сопровождает нас. И первое, что написано, первое, с чего отталкивается Иисус, говорит, они будут изгонять бесов. Он даже не сказал, интересная мысль, что из людей будут изгонять всегда бесов. То есть он сказал, они будут изгонять бесов. В доме, в барабашке. В третьей главе Марка, по-моему, если не ошибаюсь, или в первой даже главе Марка, написано, Иисус ходил, проповедовал Евангелие Царства и изгонял бесов. То есть я понимаю, что из-за того, что эта территория оккупированная демоническим миром, оккупирована демоническим миром, мы призваны и должны иметь знания, должны иметь духовное разумение и понимать, что речь не идет только в людях, но также и речь идет и территориально. И мы должны понимать, что зачастую многие вещи у людей, они не получаются, потому что в тех сферах контролируют бесы. И это надо изгонять. Бесов нужно изгонять, потому что Иисус возвратил нам власть. Земля, она Божья. И он говорит, что Иисус, Библия говорит, Иисус пришел разрушить дела дьявола. Как будто их не существует. Как вроде бы их не существует. И мы должны понять, что весь мир лежит во зле, дорогие. Весь мир лежит во зле. И мы здесь для того, чтобы светить. Иисус говорит, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Поэтому нам необходимо знание, пастор Василий, Люба, нам необходимо знание духовного мира. Нам необходимо знать, как оперирует духовный мир. И изгонять, и проливать свет туда. Потому что мне кажется, что многие просто не имеют познания в этих сферах, и они не оперируют. Поэтому не оперируют. И часто все в церквах это просто игнорируется. Люди мучают, страдаются, но мы игнорируем. Вот это очень важная мысль, о которой ты говоришь. Вот, друзья, братья, кто служит челя? Если вы смотрите, и ваш пастор не включился, передайте, чтобы пастор посмотрел бы и пересмотрел бы эту передачу. Аминь. Изгнание бесов открывает для наших прихожан, для наших прихожан познание духовного мира. Строит веру. При изгнании бесов есть два явления. Во-первых, что люди со стороны видят, наблюдают, как происходит демонстрация Божьей силы. Вторая часть, что очень часто идет сильная конфронтация с демоном, который сдает информацию, сдает, за что зашел, что делал, рассказывает все его темные дела. Люди шокируются потом, слушая, говорят, а мы думали, что это Бог, что это все от Бога, что вот эта воля Божья такая. А это открыто демон говорит, спрашивающего, ты откуда? Я из царства тьмы. Он говорит, ты сколько здесь? Вот столько-столько. Я по роду иду, за что зашел? Вот было кровное жертвоприношение. И целая вещь. Потом ты смотришь Библию, слушай, так все же написано. Мы просто как будто Библию держим в руках и как будто все это не видим. Оказывается, что духовный мир, вот эту Библию, слушай, они трепещут и они знают все эти вещи. А мы как будто в церкви и пропускаем мимо все это. Потому изгнание бесов остепеняет людей. И отрезвляет. Отрезвляет, что это правда все. Вот Библия, Слово Божие, это правда. Это не шутки. Что апостол Павел говорит, не давайте место дьяволу. Он что, говорит это неверующим людям? Он говорит верующим людям. А значит, мы можем давать место дьяволу в нашей жизни. Да, через грех. И тогда, когда ты смотришь на этот мир, слушаешь, как дьявол зашел, что он натворил. О, потом, ты не пройдешь сегодня с нашими детьми. Где они с интернетом, с этими? Ты не проконтролируешь. Они знают, как все схереть. Но если они увидят реальность духовного мира, что происходит, если туда зашел, что делает заигрывание с грехом, то это человека хранит, он где бы ни был, один на один, с компьютером, на вечеринке, где-то, что он знает реальность духовного мира. Потому, уходить от духовного мира, мы ничего не выигрываем. Игнорировать нашего врага, это только на его пользу. Потому, познавать духовный мир, познавать духовный мир. Можно я, вот вы сейчас эту мысль продолжите. Вот даже пишет одна Ирина, если я не ошибаюсь, тот, кто запечатлен духом, все ты мне может быть одержим бесом. Дорогая Люба, ну просто я пытаюсь и слышать. Ирина или? Не, Люба. Вот меня просто удивляют люди, которые просто знают теоретически Библию, которые нереально не идут в практические служения людям. Я сейчас не в сторону Любы, потому что таких мнений сотни и тысячи. Вот, ну поймите, Люба, что в день запечатления Духом Святым, Дух Святой в духе человека, он в духе человека. Множество людей, которые остались крещены Духом Святым, и сегодня они полностью отошли от церкви, отошли от Бога. Они в наркотиках, в депрессиях, у них с мыслями жизнь самоубийством покончить. Люди, которые сегодня в алкоголизме, центры, которые мы открываем, это дети верующих родителям, которые имеют Дух Святой внутри себя и продолжают молиться даже на иных языках. И они страдают сферами в жизни, где дьявол контролирует полностью. Но мы часто, это часто все как-то абстрактно, мы боимся назвать все своими именами. Что в сфере блуда оперирует Дух блуда, что в сфере депрессии оперирует Дух депрессии, что в сфере страха оперирует Дух страха. Это что, абстрактные вещи в теле человека, в душе человека? Дух спасен, пастырь только что эту мысль говорил, Дух спасен. Дух Святой в Духе человека. Люди читают Библию, люди молятся и при этом всю жизнь страдают и мучаются, потому что в тех сферах нужно изгнание бесов. В тех сферах нужно приказать демонам уйти вон во имя Иисуса Христа. Поэтому, пожалуйста. Смотрите, друзья, такое понятие, как может в одном сосуде быть, значит, или в душе дух сатанинский и дух Божий. Мы как раз и говорили, что вот духовные размеры разные. И нам понимать, хорошо, не может в человеке жить, и такая вода написано, не должно. Не должно. Ну, факт остается, что это есть. Там не сказано, что не может. Там написано, не должно так быть. Не должно так быть. А что вот здесь, когда мы сидим в этой студии, что нету Духа Божьего? Дух Божий здесь есть. Он наполняет всю землю. Как может сатана прийти в присутствие Божьего? Написано, пришел в присутствие Божьего. То, что тогда оказывается, что здесь нет дьявола? Да нет. Потому, вымерять вот так, а вот этот сантиметр, это вот сюда, дьявол не может прийти. Мы не можем так в духовный мир, вот что запечатлен, окей. Там же написано, что он взял наши проклятия на себя, и мы искуплены. То в том же стихе говорится, что он взял наши болезни. Но мы все имеем сегодня болезни. Мы идем к доктору, проверяемся. Мы имеем какие-то депрессивные моменты в нашей жизни и ряд других вещей. Получается так, что вот, значит, демона мы не можем иметь, но в том же стихе говорится, что мы не можем иметь и больных, болезней. А с болезнью у нас все нормально. Да, потому что Иисус взял наши болезни. Пастор Василий, меня всегда-то удивляло место Писания. Как вот так одно, будто мы верим, другое не верим. Да, если люди говорят, пишут, ну, они не были рождены свыше, поэтому они имеют там. Это, поймите, дорогие мои, когда Иисус умер на кресте, и он, скажем, вот есть, как это правильно объяснить русским языком, я же тоже уже путаюсь. Иисус на кресте взял наши болезни, немощи, проклятия, все беззакония, весь грех, все это разрушил в духовном мире. Он полностью все это разрушил. Легально. Легально разрушил. Но практически. Отдал власть теперь, чтобы мы имели от его свободы, то есть от того, что совершено, теперь могли с этой позиции, с этого фундамента отталкиваться и приносить свободу теперь в каждую сферу. Мы имеем теперь власть. Это часто мы говорим от незнания. Не обижайтесь на меня, дорогие, но нам нужно большее познание духовного мира. Каждый мыслит в меру своего познания. Там же мы получили полностью исцеление от болезней. Там, где было разрушение проклятий. Но почему-то люди, после того, как приняли Иисуса Христа и спасение, продолжают болеть, у них вопросов не возникает. Но как только говорим о проклятиях или говорим о том, что может бес иметь доступ в каких-то сферах, у людей масса вопросов. Так Бог же там же на кресте разрушил и всякую болезнь. Почему же мы после Голгофы, после смерти или после рождения свыше, у нас не возникает вопрос в болезнях. А что такое болезнь? Это за 99% за болезнью стоит дух болезни. Дух Святой не дает болезни. Дух Святой не может дать болезни. Он может допустить в каких-то сферах. Но я имею в виду то, что за болезнями, болезнь это не просто, скажем, вот мы часто говорим, но это болезнь артрита. Артрит, как правило, всегда духовен. Это имя, мы часто говорим артрит, но за именем всегда стоит дух. Это дух артрита. И когда зачастую изгоняешь самого духа, человек получает полностью исцеление. Или доктор налегке может помочь. А так получается, доктор бегает по всем диагнозам и только прыгает с места на место. Друзья, я родился, воспитывался, мое детство было в баптистской церкви, потому это позволило мне быть свободным на слове. И позволило мне, я хотел бы, чтобы это вам тоже позволяло, не быть ограниченным, но познавать. И смысл передачи. Мы хотим толкнуть людей, чтобы они больше познавали в эти света. Я поехал, когда из моего, скажем, баптистского вот такой ячейки, я услышал, что есть вот вещи духовные. Почему мне, человеку, вот с баптистским моим фундаментом не разрешено поехать посмотреть? Я поехал, посмотрел. Я встретился с людьми, которые проповедуют это Евангелие исцеления, молиться за освобождение. Я увидел, что это святые люди, богобоящие люди, которые искренне верят. Естественно, они не все могут. Мы все люди не все можем. И мы не все знаем. Но что получается, что мы познаем, на что Бог нас поднимает, почему человеку не помочь, почему за человека не молиться. Следующее. Тогда, когда духовное проявление, как исцеление, как освобождение от демонов, оно делает Евангелие ярким, как и делало во времена Иисуса Христа или апостолов. Представьте себе, что если бы апостолы проповедовали без чудес и знамений, без исцеления и освобождений, успех был бы очень небольшой. И Христос говорит, если вы не веруете мне, веруете делам моим. У него было на что сослаться, говорит, что это отец делает. Там еще есть сильнее место. Он говорит, если я не творю дел отца моего, не верьте мне. Не верьте мне. Вот. Мы сегодня так легко отталкиваемся, отталкиваемся, вот мы проповедуем, проповедуем, проповедуем. Лекция, значит, а то есть серия проповедей на это, на это, на это. Но если мы проверим глубже, друзья, наши проповеди, мы придем к заключению, что вот эти серии наших проповедей, они только названия имеют разные. А сама начинка, она вращается очень в узком объеме десяти заповедей. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай. Которое практически где-то в духе заложено каждого создания Божьего. И где-то в Африке, в третьем мире, в джунглях, люди, которые вот никогда ничего не слышали, понимают, что украсть – это плохо. Пастор Василий, вот, Люба, вот, если, позвольте, я хочу, вот, меня побуждает, вот, Бог, я чувствую внутри себя, озвучить одну очень важную мысль. Дорогие друзья, вот просто услышьте. Мы сейчас дальше пойдем. Мы многие коснемся еще вещи. У нас есть достаточно времени. Мы уделим этому внимание сегодня. Это очень важно. Но то, что показал мне Господь, из-за того, что сегодня, почему сегодня во многом христианском мире возникает масса вопросов в сфере освобождения, исцеления или духовных проявлений. Насколько мне дан от Бога понимание, я хочу это озвучить. Церковь отошла. Это очень больно говорить, но церковь перестала проповедовать Евангелие Царства. Церковь перестала выходить за стены свои. Церковь перестала идти в мир проповедовать, который весь лежит во зле. Библия говорит, весь мир лежит во зле. Другими словами, когда ты пойдешь в мир, ты соприкоснешься со злом. Сразу. Понимаете? Церковь перестала проповедовать Евангелие. Из-за этого у нас, мы сегодня спорим, теоретически спорим, потому что мы всю жизнь проводим в стенах среди верующих людей. Друг друга знаем. Друг друга знаем уже годами. Родились при молитвах, при постах в церковных... Слава Господу за родителей, которые отмолили нас, отпастились за нас. И там действительно может демон и нет. И, конечно, у нас, и мы, конечно же, понимаем, да, конечно, не может быть бесов. Да, конечно же... А если ты выйди на улицу? Мы же верующие люди, дорогие. Зачастую это говорят люди, которые родились в христианских семьях, кроме своей динаминации, не выходили за пределы, и церковь перестала выходить и проповедовать людям Евангелие. Но как только ты выйдешь из стен и пойдешь в мир, ты пойдешь в зло, ты пойдешь в реальность духовного мира, ты пойдешь в борьбу. У тебя вопросы освобождения уйдут на второй план, у тебя не будет споров, потому что ты практически соприкоснешься с бесами, с болезнями, с проклятиями. Там претензии очень серьезные. Ты поймешь, что на самом деле все намного реальней то, о чем говорит Евангелие и о чем Иисус учит. Поэтому я могу сказать, что если мы не пойдем и не будем служить неверующим людям и не будем приводить их к Иисусу, я верю, что когда мы их приводим к Иисусу, они становятся верующими людьми, и нам необходимо теперь из них изгонять бесов, мы должны разрушать там проклятия и освобождать людей, чтобы они отрезок жизни могли жить в свободе, выполняя Божье предназначение. Как только церковь вернется к проповеди Евангелия, в церкви уйдут теоретические споры. Мы перестанем теологически, богословски находить какие-то места, оправдывать, доказывать, спорить и все остальное. Нам хорошо, когда мы сидим в студии, верующие люди, и здесь говорить. Нам хорошо на воскресных собраниях собраться, попеть песни и думать, что все, ничего не происходит вокруг нас. Дорогие мои, люди сегодня мучаются. Сегодня люди, которые в плену у дьявола, обманутые, поэтому помазал Бог нас проповедовать нищим, пленных освобождать, измученных выводить на свободу. И Библия говорит, у верующих будут сопровождать знамения, потому что они пойдут проповедовать Евангелие. И написано, что они пошли, проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Если бы они не пошли и не проповедовали везде, то они бы довольствовались своим состоянием. И многие люди, они довольствуются своей свободой, и они думают, что весь мир такой же свободе, как и вы. Нет, это неправда. Пастор Василий, я верю, мы должны выйти к проповеди Евангелия. А весь мир лежит во зле. Нам придется соприкоснуться со злом, и нам придется разрушать дело дьявола. Вот смотри, недавний случай. В 12 часов ночи звонит один наш лидер. Я привезу к тебе сейчас домой молодой мужчина, слышит голоса, демоны ему говорят, чтобы убил своего сына, и он ничего с собой справиться не может. Жена убежала с ребенком к родителям, и он сейчас беснуется, пина идет, все остальное. Я говорю, слушай, у нас в 5 часов утра в церкви молитва. Давай ты там с ним побудь. Вот придут еще несколько братьев утром, привози. Еще 5 нету, я приезжаю, привозят его. Вот, друзья, реальная картина. В первую очередь я привожу его, чтобы он принял Иисуса Христа. Ты хочешь освободиться от демонов? Да. Тебе нужно принять Иисуса Христа твоей волей, и когда ты примешь Иисуса Христа, мы будем за тебя молиться, чтобы освободить тебя от демонов. Могут ли, когда он попросил Иисуса Христа, чтобы он вошел в его жизнь сознательно, он вот в присутствии нашем, он не слышит голосов. Конечно, что Иисус его просил, конечно, что он принял его. И когда он это сделал, мы начали молиться, его начали бесы мучить, пина исходить из его рта, и мы за его помолились, он освободился, все, через наследующее служение он приходит, здравый человек, голосов не слышал, спит спокойно, и так далее. Потому, если вы, это был такой не тяжелый случай, мы имели очень сложные кейсы, где претензия на человека, фью, демон через нее кричит, она моя, я тебе ее не отдам, она мой тулус, она мой инструмент, я ею разрушаю сексуальными отношениями с людей, я привожу через нее мое царство, и это явно через нее говорит демон, и наставил глаза, глазами ее, я тебе ее не дал, ты понял, она моя, если вы пойдете проповедовать царство тьмы, там хозяин, там бог этого века, вот, потому конфронтация, если вот так все писфолы, вот такое пушистенькое Евангелие, оно и много не решает. Друзья, поймите, то есть, мы от начала программы, я знаю, что люди разные включаются на разном этапе программы, мы от начала поставили цель, спасение это главная цель, и не вопрос сейчас того, что люди должны спасаться, мы коснулись одной из грани, мы понимаем, что мы не можем захватить сейчас все, мы не можем охватить всех аспектов, поэтому мы взяли больше сейчас момент проявлений духовных, потому что много вопросов в этой сфере, потому когда люди включаются, вы не думайте, что все, что мы занимаемся в служении, это бесогонка, мы не занимаемся бесогонкой, и если вы свободные люди, благослови вас Господь, то есть, если у вас все нормально в жизни, слава Иисусу, тогда пойдите к людям и начните служить другим людям, чтобы вы могли другим людям принести Божью свободу, очень важно, потому что мы часто свободные люди, мы просто наслаждаемся своей жизнью, я верю, что мы должны служить друг другу, поэтому поймите правильно, мы не занимаемся бесогонкой, мы не ищем бесов в каждой лампочке, просто мы хотим осветить некие духовные, только ту часть, да, ту часть, которая зачастую в тайне, где-то запущена, запущена, или неосведомленно, или часто люди не понимают и спорят в том же вопросе проклятий, потому что само слово проклятие пугает как слово людей и масса вопросов. Церковь, Андрей, церковь, это не изгнание бесов, не исцеление, церковь, воскресная школа, молодежная служба, лидерская пасторская, администрация, все, но и в церкви есть люди, которые имеют эти проблемы, и это было в одни апостолов, и апостолы служили в исцелении, освобождении от демонов, ну у них были и диаконы, там было душепопечение, там даже заботились о столах, это суп, это не только соль, вот, там много, ясно, да, потому, если выбросить соль, то это тоже, что какой-то дефект, потому если выбросить из церкви душепопечение для людей, которые обременены, имеют нападение, слышат голоса, а люди, которые навязчивые мысли, люди в депрессе. А сколько в страхе, а сколько в обидах, а сколько в депрессиях, а сколько в унынии. Смотрите, вот демон, как образно можно сказать, как лепка, вот, приклеил к этому столу лепку, и для нас это лепка, для демон, это личность, и когда эта лепка, эта личность прилепляется к человеческому сознанию, человек не подозревает, что он мыслит не своими мыслями, оценивает не своими оценками, и желает не свои желания, он думает, что это его желания такие, но возьми вот эту лепку, отлепил, и там внутри оказывается, вот, добрая личность, сживчивая, прощающая, поддается поправкам, а лепка наклеилась, и все, не доступить к человеку, потому и нужно, вот, то, что и Библия говорит, бесов изгоняйте. А может, давай мы теперь коснемся этого вопроса, вот познания. Давайте, пожалуйста. Вот, друзья, некоторые пасторы церкви молятся и ждут, понимают, и не отрицают такое явление, как исцеление больных и знание бесов, и они как-то мечтают об этом, вот, Бог когда-то это сделает, пошлют, мы молимся, вот, мы ревнуем, вот, послушайте, что не здесь весь ответ кроется. Это важно, как мы говорили, вот, о личных сближениях в своей тайной комнате, но вопрос познания, дело в том, что Дух Святой, Он есть мудрость, Он есть знание, познание, и Он не хочет двигаться там, где ignorance, где игнорируется, где игнорируется знание, где незнание, где незнание, невежество, потому что Он сам является знанием, и Он и не поведет туда, чего ты не хочешь знать, чего ты не хочешь исследовать, чего ты не хочешь понять. И вот мы говорили, да, до этого эфира, вот, моя жена здесь работает с доктором. До того, как доктор увидит пациента, пациент встречается с женой, которая, она делает диаграммы, она приготовляет все, все, значит, какие-то, значит, диагнозы, ну, как это, вот, симптомы, диагнозы, она приносит доктору, вот, все исследования, что показали, там, кровь, показала моча, там, все регенты, там, и доктор, когда доктор, да, когда доктор приходит, и пациент уже, вот, доктор не смотрит много на пациента, он смотрит в бумаге, и там пациент может вот кривиться туда-сюда, мне то, для него это не очень... Это симптомы, он смотрит диаграмму. Это небольшие доказательства, он смотрит вот, вот, что здесь. Друзья, пасторы, Божий народ, служители, нам нужно понимать диаграмму, мы должны уметь читать, вот, слово Божье, Библию, знать, что Божье, что не Божье, и доктор посмотрел на все, на все, вот, выводы, и он делает серьезное заключение, оперировать, не оперировать, прописать, терапию, пошел, 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 почему? Потому что он знает, что правильно, что неправильно. То есть он отталкивается от сферы познания. Не то, что видят его глаза сейчас извне. Да. Он отталкивается от сферы познания. У него есть внутреннее откровение, то есть... Да, и мы сейчас образно говорим. Послушайте, друзья, вы должны знать, что есть Божье, и что не Божье. И если вы видите, что это не Божье, все дают вам власть на всякую вражью силу. Вы наступаете, если вы знаете, что болезнь не от Бога, вы имеете право против ее наступать. Через медицину, врачей, или в молитве, или просто во имя Иисуса Христа. Ты болезнь? Ты не от Бога. Я от Бога. Я тебе говорю. Я тебе запрещаю. Именем Иисуса. Один тоже мужчина к нам пришел и говорит, что я слышу голоса, вот голоса, мне постоянно говорят, не могу избавиться, хульные голоса, вот осумоубийство, голоса и так далее. И мой молодежный пастор Володя говорит, слушай, мы тут должны переставить вещи. Ты должен позволить дьяволу слышать твои голоса. Потому что, если ты будешь слушать постоянно его голоса, то он тебя будет мучить. Но когда он начнет слышать твой голос, то ты будешь его мучить. Некоторые люди ночью видят кошмары, какие-то беспокойства и так далее. Если это когда-либо бывает в моей жизни, и они, значит, утром просыпаются, а такой сон был, а в таком случае, все, что-то случится, что-то будет плохо, и пошло. В моем кейсе я знаю сознательно, кто я во Христе. Что бы мне ни случилось, я только проснулся, я не вожусь тем, что мне приснилось. Я сразу джамп в ту позицию, кто я во Христе. А, это ты, дьявол, приходил? Во имя Иисуса. Каждое ваше слово вы ходите во свете Духа Святого. Он есть тьма. Он не переносит свет. Вы ходите в огне Святого Духа. Он не может этого выдержать. Вы есть мучитель для дьявола. Дьявол не может вас. Он мучается от вас, потому что вы дитя Божье. Потому вы должны знать, кто вы во Христе. Если вы этого не будете знать, вы будете смиряться, как будто это Божья воля, и депрессия Божья воля, и болезнь Божья, и все Божья воля. Потому, смотрите, как будто вы не чувствуете помазание за это молиться. Но во многих случаях помазание и не придет, если вы не имеете познания. Когда вы имеете познание, как доктор имеет познание, он прочитал и сразу увидел, вот это нет Бога, вот это неправильно, вот это, вот это, вот это, вот это, и все он делает смелые решения и спасает человека. Когда вы будете иметь познание, теперь, познание трудно вот так быстро самому все познать, как мы говорили, что важно быть на таких собраниях, где изгоняются бесы, а дружить с такими помазанниками, проповедниками. Если вы хотите, чтобы эта сфера вас пришла, познание, если вы хотите, что ваш сын стал доктором, ну вы не посылаете его к уличному жулику, вы посылаете его там, где профессор, где кто это дело делает, вот так, там приобретается познание. Если вы хотите знать, есть бесы или нет, есть это правда или нет, вам нужно прийти туда, там, где, не там, где этого нет, а там, где люди реально страдают от этого, им нужно, чтобы кто-то помочь, и если вы приходите, а вы ему помочь не можете, что вы делаете? Вы идете к тем людям, кто где-то помогает, и когда вы увидите, вы приобрели помазание, и теперь вы смело идете в этом направлении, как доктор идет со скальпера, разрезает, вытаскивает сердце, заштопал, поставил, завел, человек живой, вы поможете людям, будут использовать вас, вы вырвете многих людей из депрессии, вы придете, поможете людям, потому что мир духовен, доктора знают, что многие болезни от стрессов, стрессовых состояний. Стресс – это духовное явление. Я вижу, что люди и пишут, я наблюдаю немножко, вот, и хочу, может, немножко просветить тоже. Смотрите, дорогие, часто люди, когда касается вопрос и знания бесов, они опираются на пост и молитву. Это все пост и молитва. Ни пост не изгоняет бесов, ни молитва не изгоняет бесов. Дорогие мои, читайте Евангелие. Мы изгоняем бесов не постом, мы изгоняем бесов именем Иисуса Христа. Вера, верою, верою, Иисус говорит, который выражается в слове. Говорит, если я словом изгоняю бесов, достигло к вам Царства Небесного, он написано, многих изгнал словом. Часто люди опираются на текст Священного Писания, где ученики не могли изгнать определенных бесов, и пришел к ним Иисус. И они не замечают, что Иисус дал ответ в начале. Они говорят, почему мы не могли это сделать? Он говорит, неверием, из-за неверия. Из-за неверия. То есть, недостаток веры. Пост и молитва, они утверждают или увеличат веру нашу. Кстати, я не хочу сейчас вам доказывать богословски, я не часто это делаю, но в оригинале этого места вообще нет. И вообще не существует. Место, где написано этот рот, изгоняется постом и молитвой. Его вообще нет. это уже когда они объясняли текст, добавлены были слова. Иисус сказал из-за неверия. И потом сказал, приведите его ко мне. И изгнал. Вы можете проследить сами, вы можете исследовать этот текст Писания, но в оригинале вы его не найдете. Вот это место, где написано этот рот только изгоняется постом и молитвой, его нет вообще. Вот. Поэтому я не буду доказывать никому, вы можете сами следить, но на этом одном единственном месте, и вообще нельзя никогда ничего определять только одним текстом Писания. То есть одной фразой Писание должно подтверждаться Писанием. Должно всегда. Иисус говорит истина, истина, говорю вам. Обязательно вы должны встретить еще тексты, на которые вы можете увидеть, что опирается это местописание. Невозможно на одной фразе делать доктрины, делать выводы. И часто люди, они, когда касается освобождения, они постоянно, они не видят сотни мест, где написано власть нам дана, вера, именем Иисуса, уверовавших будут сопровождать эти знамения, потому что они уверовали, у них будет эта вера, и они будут повелевать. И только опираются на текст Писания, где Иисус сказал только через пост и молитву. Дорогие, пост и молитва нужны мне, они нужны мне для моей веры, чтобы я имел откровение, откровение, на меру моего откровения растягивается моя вера, вы понимаете? И тогда работает власть и помазание. Но вообще в оригинале этого текста даже нету. Поэтому невозможно опирать на этот текст Писания. Нам нужно познание, нам нужно искать откровение от Бога, просвещение. Не просто апостол Павел сказал, что я молюсь, чтобы Бог дал вам Духа при мудрости откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего. Я верю, этот момент очень важный. Это то, чем говорил Иисус. Кто ходит во свете, он не спотыкается, потому что нам нужно божественный свет, знание от Бога. И мы должны иметь Его взгляд. И правильно сказал пастырь Володя, что дьявол должен слышать наш голос, а не мы должны слышать и вестись на его обман и ложь. Андрей, сколько у нас еще есть времени? У нас есть полчаса. есть еще, Андрей, важные здесь детали в этой сфере освобождения демонов и как мы сегодня затронули вопрос и проклятий, это тоже надо было коснуться. Давай, мы может как-то сумеем еще подойти. Пожалуйста, давайте осветим. Вот смотри, вопрос освобождения демонов. В прошлом были энкаунтеры и они имели такое бурное развитие, но надо понимать такие вещи, что жизнь в свободе это не пункт, это не какой-то шорт период. короткий период. Да. И жизнь изгнания... Очень спасибо, что вы со всем соглашаетесь с нами. Да. Очень приятно. Иметь такую жену... Это благословение. Я теперь понял, почему вас так Бог благословляет. Слава Богу. Спасибо, что вы поддерживаете. Потому что есть такое выражение молчание знак согласия, поэтому спасибо, Люба, что вы нас поддерживаете. Смотрите, друзья, свобода во Христе это не изгнание бесов. Ну, это имеет свое место, имеет свою небольшую часть. Вот при моем исследовании и более обширном, может быть, высказывании других людей, я встретил на Ютубе одну девушку, которая была глубоко посвящена в сатанизм, в сатанизмской церкви. И она была нью-эйдж. Она была наркоманка и проститутка. И в ней было много демонов. Она светский человек, сатанист. И она сейчас служитель, молится. И я те вещи, которые меня беспокоили, я вот так, я много смотрю, я люблю копаться в доктринах, в дебатах, самых, даже вот, как пастору мне нужно это знать. Хотя, во многих случаях, она даже не строит веру. я так, для информации закину, и потом держишься ты вокруг божьих событий, потому что именно это строит веру. Она сказала такую деталь, что в ее истории, в ее судьбе, факте его, ее освобождения, она говорит, что может 20% это решило ее проблему, изгнание бесов, которое происходило на каком-то периоде времени демоны кричали, не давали, противостояли, за нее молили, за нее постились, демоны сопротивлялись. Ну, конечно, когда демоны ее освободили, она стала свободна, то она говорит, что это не все решает. Решает твое посвящение Богу. Амин. Посвящает твоя дисциплина, любовь к Слову Божьему, по виновению пастору. Услышьте, все дорогие, услышьте. Значит, иметь своего пастора, быть в Доме Божьем, вот это приносит свободу во Христе полную. Потому мы должны вам признаться, мы говорили с Андреем вместе, и за такой феномен существует. Кто молится за людей, одержимых в служении освобождения? Вы должны знать, что эти люди не все знают. Мы не все знаем, и мы не можем претендовать, что мы все знаем. Мы частично знаем. И в нашем служении есть такие люди, которые, это вот не для гласности, что они постоянно, есть большая часть людей, которые вот так демон проявился, и все, человек радостен, никогда больше на какой бы молитве они не были, они свободны, они полноценны, они полны оптимизма, а есть люди, которые, что не молитва, вот кто-то приезжает, их кидает манифестации, манифестации. Вот, друзья, что можно сказать для этих людей, и для этих постарей, у кого такие случаи, вот, что бы я посоветовал бы, я сказал бы вам следующее, что если это происходит, когда вы служите, можно считать, что как в жизни апостола учеников было, когда они служили этому мальчику, и он пину испускал, он манифестации были, скрежетал зубами, все прочее, и вопрос не решался, и если бы ученики это делали и второй раз, и третий раз, и пятый, и десятый раз, это было бы, знаете, ну, это было бы неправильно, наверное, что вот выставлять мальчика, чтобы его раздирали мышцы, чтобы он это самое, вот, наверное, что нужно было бы искать где-то Христа, или как Дорка умерла, и святые Божьи ее умыли, положили, приготовили к погребению, и они бы ее и погребли бы, но пришел человек с большим помазанием, потому что Бог дает не меру, и пришел человек, Петр, и помолился, и она воскресла, если бы он бы проморгал, бы не пришел, бы она, ее бы покорнили бы, конечно, она спасенная, и все мы помрем, но случилось, потому и когда Христос пришел с горы, увидел, что ученики не могут освободить этого мальчика, хорошо, что был такой случай, Христос пришел и освободил, но представьте себе, что мы находимся где-то, и мы мучаемся с одним или другим человеком, и это не получается, мы не можем освободить, я бы советовал бы, мы не все можем знать, я бы советовал прекратить дальше с этим человеком вот эти духовные манифестации, чтобы где-то под камеру там где-то было видно, и начать работать в этой сфере, написано, не давайте места, давать максимум учения, вот есть люди в депрессии, и эта депрессия, она не от Духа Святого, там могут быть демоны, но из-за того, когда человеку дает правильное наставление, познание всех этих вещей, чтобы человек укрепил свою веру, потому что написано человеку порученному самому не давать место дьяволу, потому, друзья, пасторы, если у вас есть такие случаи, что вопрос не решается и в исцелении, и в освобождении, значит, ищите где-то другое место служителя, менестры, где решаются такие вопросы, таких фактов очень много, уровень помазания он существует, не одинаковый, это правильно, уровень помазания не одинаковый, поэтому то, что если у вас не получается, кстати, интересно, это текст Писания, где когда ученики не могли, когда Иисус спустился, что интересно, и ученики и эту проблему они принесли к Иисусу, ученики пришлись к Иисусу с этой проблемой, и я понял, что если какие-то вещи у меня не получаются, это не потому, что Бог не может, а потому, что я чего-то не знаю, это не в Боге проблема, это я чего-то не познал, и я верю, что это тот метод, мы должны и эту проблему, и сами прийти к Иисусу с вопросом, почему у меня это не получается. Мы должны прийти к Иисусу. Не думайте, что мы все знаем. И даже если мы проживем весь этот век, если мы соберем всех помазанников в этом мире, и все случаи, и опыты, и всю историю, мы все равно всего не будем знать. Потому что духовный мир, он не познаваем, он вечен, он не имеет ограничений, и мы не познаем. Поэтому, дорогие пасторы, лидеры, служители, так же само. Если какой-то вопрос не решается, мы должны и вопрос, и сами с этим вопросом прийти к Иисусу, потому что это растягивает нас, это толкает нас, это язык духа, он толкает нас на то, что мы должны идти больше в познании. Вот. И так же, как вот пастор Василий говорит, мы должны признавать, что мы все в процессе, мы все в росте, мы на разных уровнях в духовном мире. И наш статус не определяет уровень власти. Это может, в видимом мире мы можем, как бы, еще, как бы, использовать статус. Но есть статус в духовном мире, и он, его очень знает, духовный мир, когда ты на самом деле оперируешь в этом статусе. Там не покажешь, что я бакалару. Да, там не наши дипломы не работают, там не наши карточки не работают. В духовном мире работает твоя зрелость, твое познание, и тот уровень помазания, в котором ты ходишь в духовном мире. Это твой статус настоящий. И этому подчиняется или не подчиняется духовный мир. Потому нам нужно больше искать не дипломов, нам нужно больше искать не каких-то стены нашими вот достижениями обвешанные. Нам нужно искать уровень помазания в духовном мире и ходить в этом, для того, чтобы мы могли решать. И признавать, что есть вещи, которые у нас не получаются. Мы где-то еще не доросли, мы чего-то еще не знаем. Но будут люди обязательно в нашей жизни, которые пошли дальше. И если мы не можем решить, вот даже у вас сейчас конференция, это нормально, когда мы привезем, приглашаем. Приглашать Петра. Да. Приди Петру. Позовите Петра. Да. В Корнилии или в другое место. Вот мы приглашаем вас, вот присоединяйтесь на эту конференцию, приезжайте в Пасху, вот в Вашихтон. Даже для себя посмотрите, понаблюдайте, прочувствуйте. Как раз, как раз и это и есть, где рождается, приобретается знание, познание. Да. Я вот приезжал и я платил большие деньги. Послушайте, друзья, я платил большие, вот, тот багаж знания, вещей, которые где-то шел на риск, где-то, вот, где-то, знаете, переступал, вот, мою дозволенную границу, чтобы познавать, вот. И еще есть хорошие вопросы, которые бы, Андрей, надо было бы, вот, у меня на сердце, чтобы их осветить. Пожалуйста. Пожалуйста. Кроме вопроса проклятия. Вот, Андрей, насколько важно, вот, правильное построение, ведение богослужения. Вот, во многих случаях мы игнорируем быть принципиально, быть, подходить критически, пересматривать, смотреть, насколько продуктивная модель служения, сегодняшнее ли оно. Оно. Слишком зависимое. Слишком мы много внимания определяем, что будут думать о нас. Вот. И не наблюдаем за эффективность служения. Ведь возьмем, ведь возьмем вот этих два часа, скажем, два часа мы имеем служения. Достаточно ли два часа? Что оно решает? Двигает ли оно церковь? Рождает оно новые идеи? Делается ли шаг вперек или это топтание на месте? Наши дети на этих собраниях, они, они воскресли, глаза открылись, увидели призвание, они вмонтированы, им надо применение. Потому Дух Святой в собрании может ли создавать атмосферу, что неверующие люди... Послушайте, претендентов на спасение, чтобы не быть в аду, быть в раю. Миллионы. Миллионы. Люди не хотят идти в ад. Потому ведение служения, модель служения, она и есть Дух Святой придет или не придет. Ну, давайте будем откровенны. Если она выстроена, что там нет ожидания этих вещей, туда люди и не приглашены, потому что никто не хочет приглашать больного, слепого, кривого, глухого, потому что там ничего не шевелится. Не шевелится почему? Бог не хочет? Проблем нету? Или мы не подошли к этому вопросу вот по деловому, как бизнес-пипл. Вот. Потому вот формы служения, Андрей, вот среди пастырей, среди церквей, это злободневный вопрос. Ведь может форма, модель построенная такая, которую Дух Святой обожает, и Он приходит, и может форма быть из года в год. Нету проявлений Духа Святого. То есть, сама форма даже может удерживать правила? Конечно. Конечно. Вот как мы выстраиваем самих два этих часа? Даем ли мы место Богу в этом? Да. Это выстроено так, чтобы Святой Дух возымел место. Ведь написано о дарах Духа Святого. Вот был короткий разговор, ты где-то имеешь какую-то программу, конференцию, будешь учить. Ну, у нас школа, территория, царство будет именно именно о дарах Духа Святого. Следующая. Вот в следующей будет конференции, да? Вот. Дары Духа Святого, это что? Вот просто дань истории? Это апостольские только времена? Или это Дух Святой? К большому сожалению. Потому, послушайте, если служение не выстроено так, чтобы кооперировать со Святым Духом, он и не будет проходить. Оно приобрело сегодня в какой-то мере где-то какой-то искаженный и боязливый вот элемент, что мы побаиваемся, чтобы вот Дух Святой пришел, потому что оно, страх приходит из-за того, потому что мы нигде не соприкасаемся с его продуктивностью, с его красотой. Нужно поехать, есть места, посмотреть. То, что делает Святой Дух, там всегда есть покаяние людей. И там есть благотворительность для нашей временной жизни. Амэн. Амэн. Вот. Потому, если бы было вот когда время и поговорить вот на разных, допустим, собрать пастырей даже, и поговорить. Друзья, вот, что вы видите нашей формы служения? Как вы видите? Насколько они продуктивны? Как Святой Дух приходит? Ну, я, насколько мне понятно, пастырь Василий, все-таки, ну, поймите, это не грубо, это не сейчас не критика, но все-таки чего мы больше ищем? Больше своего или Божьего? Больше Божьего. Я понимаю, что все равно, когда ты начинаешь искать больше Божьего, Библия говорит, никто не знает Божьего, кроме Духа Божьего. Нам придется покорять себя под водительство Духа. Нам придется давать Ему господство. Если я все-таки больше заинтересован, ну, может, в своей, в себе или в своих идеях, или даже в построении правильного богослужения, потому что я хочу всем угодить, я буду опасаться, потому что мне придется делать радикальные перемены, многие боятся делать риск, многие боятся выйти из лодки, встать на воду и все-таки проверить свою веру в Бога. И можно находить много разных факторов, но все-таки я хочу сказать, что если мы ищем Божьего, нам придется дружить с Духом Святым, и нам придется покорить себя под водительство Духа Божьего. Андрей, вот смотри, здесь моя жена. Бог исцелил ее из неверующей семьи в 15 лет, когда ей было 15 лет. Исцелил? Исцелил, да. А чего исцелил? Исцелил сердце. Мне должны были делать операцию. У меня два клапана не закрывались так, как должно было. И мне предложили операцию. Это когда ей было 15 лет? Когда 15 лет. И она из неверующей семьи? Я была неверующая вообще, все были родственники неверующие, только была моя бабушка верующая. Она когда-то была верующая, вышла замуж за неверующей, долгие годы прожила неверующей, и на старость пришла в церковь. То есть вас Бог исцелил, когда вы еще верующими не были? Да. То есть, друзья, Бог исцеляет всех. То есть, когда была безысходная ситуация, и она уже в школу не могла ходить, все, пальцы синеют, дыхание прекращается, и она падает, кушать не может. И в те времена такую делать операцию, как ей нужно было делать, то никаких обещаний таких позитивных в Киеве и в медицинской... Не давали 75%, что могу я выжить после операции. Вот, то, смотри, людей много, которые ищут, где найти помощь, но просто церкви не готовы. Ну, вот эта церковь, там Митя Березюк, вот в Костополе, это человек, который стоял, платил в цену, чтобы служение было построено так, чтобы Дух Святой приходил. Приходил, и вот бабушка ее привела, значит, привезли тебя на собрание. Привезли на машине, потому что я ходить практически не могла, в автобусах ездить. Вау, вау. Я сидела на улице. Это было еще по домах было, еще нерегистрированные по домах. Да, 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 да. Вот, и этот человек, Митя Березюк, Бог ему открывает, что вот она, там три комнаты было, было служение. Ты была в Любода группу? Я была на улице, потому что было тесно, в середине я не могла в середину попасть. И Бог ему открывает, иди положи руки, там есть молодая девушка, которая получит исцеление. Он приходит, он меня никогда не видел, не знал, он слышал обо мне, бабушка говорила. Когда он только положил руки, я почувствовала, как огонь Божий прошел от головы до подошвы моих ног. Я получила исцеление в тот же время, в тот же день. Вау, слава Иисусу. И вот смотри, несмотря сколько, тесь неверующий, очень агрессивный, он два раза ей хотел зарубить, заносил вот чурку в дом, топор, заносил руки, и выпивший, он когда входит в агрессию, так он очень хороший человек, когда он выпьет, ты такой позор сделал для моего родства, пошло, вот ты старший в моем доме, на тебя были все надежды. И значит, все нужно было пройти. Она не смогла бы пройти через вечер, пророчески Бог ей говорил, что будет, вот за все эти там, когда отец выгонял ее зимой голую на улицу, и она в сарае там с коровами и поросятами простояла целую ночь, вот, или вот эти случаи с топором, вот, занес, занес топор, она начинает молиться, и он не может опустить руки. Задеревенели руки, и ничего не может опустить, вот, ходит, 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 молит своему Богу, чтобы руки опустил, все опустил руки. Мы поженились позже, она вынуждена была избежать к нам в Луц, там мы встретились, поженились, и где-то 10 лет после нашей свадьбы, тесь уверовал, принял водное крещение, Бог крестил Духом, стал проповедником. Вот, смотри, целое родство сейчас уверовало, из-за того, что однажды пережила неверующая дочь исцеления. Не было бы служения исцеления, она бы умерла бы, и этого не было бы. Исцеление это большой туз для евангелизации. Вот как ты крусейды проводишь, забери в твоем служении, там служение исцеления, на твой крусейд никто не придет. Да, и, кстати, вот даже последний сейчас крусейд у нас был, кстати, мы сейчас уезжаем через две недели снова, и много пасторей подсоединяются с нами, и я очень рад тому, потому что я понял, что вот тебе нужно иногда подсоединить себя со служением, в котором происходят чудеса, знамения, помазания, вот именно исцеления. Расширяется мировоззрение. И даже, мы не можем это объяснить, но в духовном мире ты как бы даже начинаешь, вот как, не знаю, то есть оно начинает передаваться на тебя, ты начинаешь чувствовать, что у тебя начинает тоже это проявляться. Нам нужно соединить себя вот с этим помазанием. Вот даже скажу вам, даже по последнему крусейду. Вот в субботу удивительна была ситуация. Во-первых, вот знамения, чудеса, знамения, исцеления, освобождение. Был дождь во всем городе, гроза. На стадионе у нас именно в субботу. Сколько людей присутствовало? Ну, в субботу где-то было, наверное, тысяч сорок. О! Да. И над стадионом появился круг. Место, правда, где мы делали, немножко было неудобное. Над нами была некая гора, и потом люди были дальше. Вот. Но в субботу было где-то тысяч сорок людей. И вот идет дождь. И вдруг над нами становится круг. На всем стадионе. То есть это все команды, все, кто вот здесь, даже в студии сейчас есть люди, которые были с нами там. Над нами, как зонтик открытый, везде идет дождь, над стадионом нету дождя. Как Бог держит дождь. Это знамение было для людей. В тот вечер было сильнейшее проявление Божье. В освобождении и в исцелении. И на следующий день в два раза больше пришло людей. Вот тебе результат. Почему? Они увидели, что мы не просто говорим слова. Бог действует. Бог реален. Исцеление людей. Женщина, которая вообще не могла говорить, вдруг она начала говорить. А ее-то знают. Ее же знают, что она не может разговаривать. Люди, которые не могли нормально ходить, их же знали, что они не могут ходить. И эти вещи сразу сильнейше повлияли на спасение, на проповедь Евангелия. Люди на второй день, кстати, должен был целый день идти дождь. Целый день. По прогнозу. По прогнозу, полностью, целый день дождь. Утром идет дождь сильнейший. К обеду идет дождь сильнейший. А нам нужно будет ехать на крусейд. И вот мы сидим. Вот здесь даже есть люди в студии, которые это слышали и видели. Вот мы сидим и размышляем, что нам делать по-человечески. И мы думаем, может нам все-таки, наверное, ехать уже в другой город, в сторону дома. Ну, наверное, дождь будет идти, крусейд мы не сможем провести. И вдруг, во время, как мы рассуждаем, Дух Святой мне говорит внутрь, иди в комнату и готовься к служению. Он не объясняет мне, будет дождь или нет. Он мне говорит, идти в комнату и готовься к служению. Я должен поверить. Я встал и говорю, я иду в комнату готовиться, вечером будет крусейд. И ухожу. И я не знаю, сколько я молился, там прошло сколько часов, несколько часов. И я помню, что я подошел к окну, и я не могу понять. Небо свежее, синее, дождя нет, облака нет. То есть все рассосалось. Погода была самая лучшая за всю неделю. И в тот день, это было после субботы, Бог привел в два раза больше людей на этот крусейд. У него были его планы на это служение. Потому вот эти все моменты, чудеса, знамения, исцеление, освобождение влияют сильно на проповедь Иоанна. Вот смотри, Андрей. Когда мы говорим о модели ведения богослужения, если бы ты пренебрегал бы саму модель, ты не выстраивал бы на конечный результат, у тебя бы не было видения. И ты бы вот так вот того поставил, того поставил там без... Ты не выстраиваешь как бизнесмен, как строитель. Ты не видишь картины. Ничего бы не было бы. Но ты понимаешь, тебе нужно, чтобы покаялись люди. Тебе нужно, потому что это в Царство Божье. Это в Царство Божье. Потому что ты берешь те материалы, ты берешь те дары, те призвания. Ты выстраиваешь так все, чтобы Святой Дух пришел. Потому что если ты что-то где-то проигнорируешь, просто безответственности подойдешь, Дух Святой и не придет. И вот этого зонтика и не было бы, и вот этих исцелений бы не было бы. И вот после твоего уезда спасенных людей бы не было бы. Но если ты познал Дух Святой, ты познаешь его, и ты идешь, чтобы с ним сотрудничать, ты берешь те материалы, ты берешь все вещи так, чтобы угодить Духу Святой. Угодить ему, чтобы он пришел. Потому что когда он придет, результаты – это интеллект. Друзья, пасторы, интеллект имеет потолок. Какие вы бы не были бы, если вы даже Джим Сваггард или Рот Парсли, или Чиги Джейкс, или Джон Остин, кто бы вы не были, это уважаемые служители, которых я слушаю, но интеллект всегда имеет потолок. Дух Святой не имеет потолка. Амин. Не имеет потолка. Амин. Вот. Амин. Ну что, у нас есть время еще коснуться вопроса проклятия или нет? Давайте мы возьмем, сейчас коснемся, это последний вопрос, и мы будем молиться за людей. Вот. У меня уже села и батарея села, я уже не вижу, кто там что пишет. Наверное, так и надо, чтобы я уже не видел, кто что пишет. Подошли к вопросу проклятия, и все выключилось. Это чтобы лишний раз не отвлекаться. Давайте мы попробуем взять сколько сейчас можем, буквально, ну, недолгое время, хотя бы такие главные мысли, и помолимся за людей. Друзья, я сейчас обращаюсь к людям, которые на самом деле нуждаются. Не те, которые ищут, часто люди задают вопрос, не потому что они ищут ответ, они хотят перевести тебя на свой, затянуть тебя в свои мысли. Вот. Или чтобы мы согласились с их мнением. Я сейчас обращаюсь, если вам на самом деле есть нужда, и вы просите помощь у Бога, вы пишите, мы сейчас будем молиться за вас после этого вопроса. Пастор Василий, Люба, давайте, то есть вопрос очень-очень важный, и все-таки нам нужно его коснуться. Друзья, вот смотрите, этот вопрос проклятия сегодня стал таким разделяющим, вот, пиковым, и разделил на противостояние, где-то конфронтацию, конфронтацию пастырей церкви. И в большей степени нужно признать тот факт, что здесь конфликт не имеет на самом деле основания и причины. Потому что слово проклятие, давайте мы пройдем по этому вопросу очень быстро, чтобы не заходить в догматические, давайте мы поверхностно на этот вопрос посмотрим, и он легко решится. Важно понимать слово проклятие, какой предмет, явление, деталь описывает. Потому что, как вы знаете, тот же самый предмет можно называть разными словами. У меня растут внучки, и вот внучка моя, она привыкла называть мою жену бабушка. И когда у нас же теперь два годика, мы пытаемся, чтобы она сказала слово Люба. Не нравится вам слово бабушка, да? Нет, нет, чтобы она сказала, чтобы внучка сказала, скажи Люба, а она говорит бабушка. Вот, когда она была совсем... Люба и бабушка, это в принципе одно и то же. Вот, смотрите, получается так, тот же самый человек, но по-разному звучит. Когда она была совсем маленькая, мы говорили моно, а когда она подрастает, скажи, доченька, скажи молоко, а она моно. Смотрите, по-разному звучит, но об одном и том же предмете идет разговор. Что касается вопрос проклятия, я хотел бы, чтобы конфликт, который между пастырами, где-то подписывают епископа, пастыра, против того, против этого, он там разрушает проклятие, вот здесь молятся за проклятие. Послушайте, стоит этот вопрос опустить из таких глубочайших исследований, потому что один что-то больше взял из того места писания, из того стиха, другой с этого, третий с этого. И если вы возьмете учение кальвинизма и орианства, это вечная конфликтная тема, которая веками богословы ломает копья. Но это совершенно не говорит о том, что в двух этих лагерей христиан нет платформы, где есть единство. Нет платформы, одни утверждают, что вот кого Бог предузнал, Он их избрал, другие утверждают, что мы на основании нашей доброй воли избираем спасение. Те говорят, что мы мертвы, и мы не имеем воли, чтобы избрать. И это такие конфликтные, сколько дебаты не существует, и я за ними не слежу, к единому знаменателю нет заключения. То же самое и вопрос проклятия. Если вы опуститесь глубоко, чтобы искать, то вы будете постоянно конфликтным человеком. Но если посмотреть на это понятие ближе, мы увидим, что здесь нет конфликта. Потому что важно посмотреть не то, как звучит слово, важно посмотреть предмет, о котором идет разговор. Потому, если моя жена работает в больнице, для вас всех не секрет, первый вопрос, или один из вопросов, когда вы приходите с какой-то проблемой, болезнью, было ли это в роду вашем? Если это было в роду... Даже светские люди, доктора, это понимают очень ясно. Да, даже светские. Первый вопрос у нас стоит. Первый всегда вопрос. Было ли это в роду? Было ли это в роду, да. Доктор тогда по-разному смотрит на вашу проблему. Если это дело случая, по-видимому, это подается намного быстрее. Если это по роду идет, по-видимому, что это для него, это нужно смотреть... Они подходят с другой стороны. Другой. Теперь смотрите. Если светские люди, доктора, легко употребляют слово проклятие, называя его генетичность или просто светское слово наследственность. В этих случаях, когда мы говорим о генетичности или наследственности, здесь включается и позитивная, и негативная наследственность. Когда мы обращаемся в религиозный мир, там два слова выражает наследственность. Одно выражение негативное, которое как проклятие, другое позитивное слово, как благословение. Да, тысячи рядов благословения. И вход, и выход, и так далее. Потому, когда где-то пастора ведут разговор и молятся о людях, которых идет негативная наследственность, из рода идут раковые заболевания. И это было бы очень хорошо, что вот покаялся человек, поднял руку, принял водное крещение, и уже по роду не идет раковые заболевания. Ну, извините, мы не можем закрыть глаза на факты. Это правда, что это... Есть случаи, что после покаяния прекращается все, но есть случаи, что не прекращается. Люди, я знаю, большие родства, и очень посвященные люди Богу, проповедники, пророки, никто в роду до 50 лет не доживает. Вау, вау. По роду идут разводы, по роду идет туберкулез, по роду идут... И это верующие люди, это служители. Служители, вот. И речь идет, вот можно помочь подобной ситуации, или помощи нет? Ну, сказать так, что нет помощи, тогда пусть люди и не обращаются к докторам. Но смотрите, как медицина признает наследственность или генетичность, и как мы, христиане, мы не можем скрыть глаза на факты, что вот наследственность, она ярко передается. Мы не первые испытываем эти проблемы. В моем роду я знаю проблему моего рода. И когда я посмотрю, что это не просто в моем доме, не просто во мне, это было у моих родителей, это были, вот, допустим, дух похоти. Какие-то вот все равно испихают. Я из моей молодости заметил то, что вот какие-то необычные я должен обходить десятой стороной. Другие себе позволяли как-то ближе к женскому полу, и в них все окей. я знал, что для меня это запрещенная зона. Мне нужно было далеко обходить опасные вот эти места. Потому я посмотрел, да нет, это я не первый. Это по моему роду. Тот развелся, тот впал в блуд. Потому это не я первый. Стоит вопрос. Ну, может, это не столь тяжелый кейс, но когда вопрос развода или блуда совершился, это тяжелый кейс. Стоит вопрос, можно ли молиться, чтобы вот это по роду и все верующие, крещенные Духом Святым, а факт остается, стоит вопрос, можно ли молиться, чтобы вот это разрушилось. Потому, смотрите, как доктора, или мы через докторов, болезнь ли это рака, артрита, высокого давления, туберкулеза, чтобы не было, мы обращаемся к докторам, и доктор старается противостоять этому явлению, если даже оно родовое. Если церковь баптистов то же самое, аппроч, как это сказать по-русски, аппроч, встречает это явление, как это, респанс, и как это сказать правильно. Реагирует. Как церковь баптистов реагирует. Братья и сестры, я из церкви баптиста, моя молодость была там. Братья и сестры, помолимся за сестру Дашу, чтобы доктора сделали успешную операцию. Какая реакция на подобное явление? Против этого явления. Доктора, братья и баптисты, когда наша церковь стала уже, пришло учение крещения Духом Святым, мы узнали, что Бог исцеляет, есть такие явления, каких исцелений. Братья и сестры, помолимся, если есть Божья воля, то пусть Бог исцелит, этот человек страдает, описывается проблема. Когда пришло харизматическое движение, там пришло более такое жесткое, понятие, что болезнь от дьявола. Братья и сестры, будем молиться сестру Дашу, разрушим дела дьявола. Смотрите, давайте уберите слово проклятие и не употребляйте ради того, чтобы не было конфликта. Но мы не можем, но мы не можем игнорировать факт, что есть наследственность, проблемы, передающиеся, и после нашего покаяния, где мы так считаем, что все проклятия ушли, все болезни ушли, ничего больше нет. Не правда это. Есть после покаяния у нас трудности, проблемы, болезни, нам нужна помощь. Потому, не надо конфликт строить на слове, можно подобрать другое слово вместо проклятия. Потому, что на сам факт мы реагируем одинаково, просто разными методами. светский мир реагирует просто медицински или применяя колдовские приемы. Баптисты, братья, они видят Божью руку, когда они молятся, и Бог благословляет руки врачей, и все происходит успешно. Тот же самое негативное восприятие к этому. Братья-писятники, где-то может дерзают чуть больше, и они просто... Будем братья-сестры в пасте и молитве, будем просить Бога. Харизматы здесь более агрессивны. Потому, помогать людям, которые из поколения в поколение встречают какие-то передающие последствия, где же им помощь не искать, как в церкви. И если какой-то пастор, какая-то церковь, ну, вот так принципиально называют это явление, что это проклятие, действительно, что можно было бы и помягче взять, и заменить это слово другим словом, чтобы не вызывать такую агрессию против себя. Это разумно. Но если где-то вот и существует, не думаю, что правильно при сегодняшних челленджах, вызовах церкви из мира садомии, из мира атеизма, оккультизма, других религий, нам устраивать внутри, между пасторами, такой конфликт, писать брат на брата, пастор на пастора, где-то на светских каналах, отрекаться, это не мой брат, потому что он проклятие разрушает, молиться за это. Уберите слово проклятие, и мы остаемся словом наследственность. И это то явление, которое просто в вашем доме есть. Наследственность бывает позитивная и негативная. Вот за позитивную наследственность мы все согласны, но извините, когда по нашему роду идут негативные наследственности, о, мы не согласны, когда это на наших детей, идут разводы, когда по роду и бабушка развелась, и все верующие. Если есть где-то им помощь, пожалуйста, как вы это ни назовите, нам нужно включаться, молиться, и конфликта не будет, если вы вот это только слово сместите, потому что предмет обсуждаемый, тот же реакция на него, такая же методы, чуть-чуть разная, чуть разная. Да, спасибо большое. Вот, ну, я тоже для себя лично, я лично, когда вот вырастал в христианской семье, слава Богу за моих родителей, но я тоже увидел, вот когда я, Бог меня повел вообще в сферу, духовную сферу, и вообще Бог неоднократно мне показывал, как оперирует духовный мир, и я начал замечать очень много в нашей семье наследственных вещей, которые тянутся негативно, вот, и вот мне Дух Святой давал понимание, даже в плане того, что Иисус на Голгофе разрушил все, абсолютно все, и каждый раз, когда мы что-то берем, теперь от Голгофы, то мы сердцем веруем и устам исповедуем. Таким образом, люди часто из Голгофы верой берут прощение, верой, потому что я любому сейчас спрошу, откуда ты верен, что ты спасен? Ну, человек не может никогда доказать, потому что он может только поверить. Он верой берет спасение. Так же само теперь с Голгофой, все, что совершил Иисус, мы верой берем исцеление. Мы можем покаяться и принять верой спасение, то есть прощение грехов, вечную жизнь, но все время прожить болезни и в этих всех наследственных вещах, потому что мы не взяли верой это с Голгофой. Иисус совершил все, Иисус все разрушил. Разрушил и в прошлом, в настоящем, и в будущем. Это совершилось. Так пишет Писание. Однажды он пришел, и Библия говорит, что он совершенных сделал освящаемых. Освящаемых сделал совершенными, то есть полностью. Он завершил работу, и он нам предоставил теперь платформу, с которой мы должны жить, по другую сторону креста. И я понял, что многие люди, они верой приняли прощение, но в прощении там нет освобождения или исцеления, там прощение грехов, потому мы должны туда от спасения, спасение подразумевает себе все. Но теперь, что мы берем верой со спасения? Мы берем прощение, мы берем исцеление верой, мы берем освобождение верой, мы разрушаем теперь все проклятия верой, потому что нам дана власть на основе того, что Иисус совершил на Голгофе. И для меня этот вопрос стал очень простым. Я просто вот увидел абсолютно то, что Иисус завершил все, а теперь во что я поверю, то я и беру из Голгофы. Потому что если ты не веришь, что Бог не освобождает, в твоей жизни Он не будет освобождать. Если ты не веришь, что Бог сегодня исцеляет, в твоей жизни Он не будет исцелять. Вот. Поэтому это все, что мы верой теперь возьмем из завершенной работы Иисуса Христа. Но я вот, когда я это увидел, мне Дух Святой поставил перед выбором. Он говорит, теперь ты имеешь право, чтобы от твоего рода, от твоих детей, от твоего семени пошло другое родовое благословение. То есть ты должен остановить это. И у меня нету других уст, у меня нету других рук. Я тебе вложил это. Ты своими устами теперь должен озвучить мою волю в твоей жизни. Вот. И я это сделал. Я сказал, Боже, я хочу, чтобы мои дети, они не переживали то, с чем я сражался, то, что я проходил. И я хочу, чтобы они теперь жили в благословении. Поэтому, друзья, спасибо огромное, пастор Василий, за эти все объяснения, познания в сфере духовных проявлений. Вот. Друзья, я вижу, что очень много написано нужд, очень много. И, конечно, хотелось бы помолиться. Нужды абсолютно разные. Люди просят молиться и за спасение, за освобождение людей. Люди просят молиться сахарный диабет, лучше суставы, и за спасение близких. То есть нужд очень много. И поверьте, друзья, что мы эти нужды еще и распечатываем. И у нас есть молитвы, и мы будем еще молиться дальше. Мы распечатываем ваши нужды, продолжаем. Мы ложим руки на эти нужды. И Библия говорит, что Бог создал сердца всех их и вникает во все дела их. Мы верим, что Бог видит, даже когда вы писали верой эту нужду сейчас. Дух Святой, Он присутствовал там. И ваша нужда, она не сокрыта перед Богом. Вот. Если мы не можем сейчас все тут прочитать, нам и не нужно сейчас вслух все читать, но я это вижу, я прослеживал за нуждами. Вот. Потому нужды разные. И в отношениях. Браки разрушаются. Я верю, это пишут верующие люди. Брак разрушается. Просмотрите, или вас в роду очень много было таких случаев, когда реально разрушение. И много-много таких моментов, на которые мы не можем игнорировать. Давайте будем зрелыми, давайте будем честными сами с собою. Давайте вникать сами в Священное Писание. Давайте просить у Бога понимание и откровение, а не просто жить всегда чужими фразами, чужими мнениями, чужими книгами. Нет плохого, когда мы берем какие-то источники, в нужное время оно нам может помочь. Но давайте мыслить, просить у Бога, чтобы мы могли иметь свою веру в Бога, чтобы мы могли сами как-то пересматривать. Часто вот я заметил люди, которые со мной спорят, ну, бывают ситуации какие-то, они приходят, начинают доказывать. Если посмотреть их жизнь, то как раз они доказывают то, с чем сами борются. Вот они просто никогда не решили согласиться, что в этой сфере проблема, ее нужно решить. Часто люди, они доказывают, что не может быть в человеке, там, вот то, что мы говорили, там, где дьявол не может иметь места, как раз это те сферы, с которыми не сами борются. Люди, которые доказывают, что нету проклятия, зачастую они именно с теми борются, потому что в их роду повторяющиеся болезни, и они настолько раздраженные этим, они начинают тебя доказывать. Характер передается, вот, негативный пессимизм, или, вот, такой стоборнесс характер. И где-то, вот, буквально недавно жена ушла от молодого парня. Я говорю, «Разве ты не веришь, что ты носишь характер твоего папы?» Говорит, «Да». Говорит, «Есть одна семья, вот, которых развалилось, весь дом развалился. И старший сын ко мне подошел и говорит, через моего папу все мы, говорит, вот, мы носим характер нашего отца. И вот, второй брак развалился, шестеро детей, второй брак развалился. Я говорю, ну, что, что это проклятие, вот, как можно это отрицать, если дети сами пришли, которые не знают об этих доктринали, проклятие, не проклятие, они вот, христиане, они говорят. Они пришли с диагнозом, конкретный диагноз. Вот, что два брака развалилось, говорит, и вот, говорит, со мной не может женщина жить. Говорит, моя мать страдает с моим отцом. Говорит, я никогда бы не жил бы с моим отцом, как моя мать мучается, как она оскорбляет, как она относится, вообще ее игнорирует. И говорит, вот этот характер во мне. Говорит, это Америка, на Украине там женщина как-то вот так, а здесь просто вызвали полицию и все. Два брака разрушилось. То вот, наследственность или что вы назовите, и в болезнях, и в эмоциях передаются. Друзья, давайте вместе сейчас поверим. Дух Святой, Он действует и дышит, где хочет. У Него нет ограничений. Телефон это, эфир это волны. И на какую волну мы настроим сейчас себя? У Него нету далекое расстояние, близкое расстояние, это сфера Духа. Поэтому я верю, что там, где вы сейчас находитесь, если вы поверите и согласитесь с нами сейчас в молитве и скажете, Бог, это мое время, это мое утро, это мой день, это мой день победы. Я верю, что Бога достаточно здесь, помазания достаточно здесь, веры достаточно здесь, чтобы решилась ваша ситуация. Поэтому Библия говорит, если двое согласятся просить о всяком деле. Поэтому слово всяком входит в все ситуации. Потому нету такого, что Богу что-то сложно или что-то не сложно во всяком деле. Давайте мы согласимся и помолимся сейчас о том, чтобы в вашей ситуации было вмешательство Духа Святого. Вы дали место там Богу и Бог мог туда принести порядок, порядок, божественный порядок в каждую сферу. Пастор Василий, прямо в экран ваша камера вот там. Просто молитесь и я буду соглашаться с вами. Люба, будем соглашаться вместе. Просить о том, чтобы Бог мог коснуться этих людей. Дорогой Небесный Отец, сейчас из этой студии в согласии и с теми, кто нас смотрит в экранах. Мы приходим к Тебе. Ты Бог сирот и вдов. Отец сирот и вдов. Ты Бог добрых даяний. Мы просим Тебя сейчас во имя Иисуса. За всех людей, которые написали и все нужды, которые здесь были, написаны и оглашены. И тех, которые не написали. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса, огнем Твоего Духа Святого и мечом обоюдным, острым. Приди в эти дома, в эти жизни, в эти судьбы. Приди, Дух Святой, во имя Иисуса. Сейчас я прихожу в Твой дом с этой студии, в Твою жизнь, в Твою семью. Я прихожу в мир Твоего, Твоей души, в глубины духовного Твоего содержания. Я прихожу там, где тьма, прихожу там, где депрессия, там, где опрессион, угнетение всякое. Я открываю всякую дверь, где дьявол скрывается и принес свою печаль, принес разочарование, уныние, где принес болезнь во имя Иисуса. Именем Иисуса я приказываю всякому Духу Сатанинскому, угнетающему, который нападает на благочестивый дом Иова, который разрушает его стада, который разрушает его славу, его авторитет, который унижает, который разрушает отношения с мужем и женой. Ты Дух Сатанинский, Ты бес нечистый. Во имя Иисуса я обнаруживаю Твою злую деятельность, и я из-под Твоих ног выбиваю всякое основание. Ты лишний, Тебя не хотят люди Божьи. Ты вор и убийца, Ты разрушитель, Ты поражен на кресте. Кровью Иисуса Христа мы низвергаем Твою власть. Болезнь, немощь, паралич, слепые глаза, глухие уши. Я приказываю во имя Иисуса восстановиться в нормальное состояние. Давление, сахарный диабет, артрит во имя Иисуса в коленях, в составах, болезни крови, кожи, костей, нерву во имя Иисуса. Да придет восстановление. Восстановление. Ангелы Божьи прикасаются сейчас. Огонь Духа Святого прикасается сейчас. Эмоции, навязчивыеся мысли, голоса, всякие найтмерс, кошмары во имя Иисуса. Мы запрещаем Тебе, дьяволы, власти, которая нам дана. Я говорю не от своего имени, но от имени Иисуса Христа. Потому ты должен повиноваться, повиноваться во имя Иисуса. Боже, благословляем семьи, благословляем отношения сейчас в семье. Пусть придет Твой мир в домах. Во имя Иисуса. Боже, пусть придет правильная атмосфера, в которой должны вырастать дети. Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть уйдет всякое уныние, всякая тяжесть, всякое томление, Боже мой. И я прошу Тебя, просто умножь веру, умножь веру в люди, веру в Твое, веру в то, что Ты сказал в Своем Слове. Всякое даяние доброе сходит от Отца Света, в котором нету ни тени перемены. Твои намерения во благо, а не на зло дать будущность и надежды. Библия говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец даст благо просящим у Него. Боже, мы опираемся на Твое Слово, мы верим Твоему Слову, мы основываемся на Твоем Слове, и мы высвобождаем это Слово в дома, в семьи, во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу за служителей, у которых нету ростов, церквей, пришло пассивное состояние, разочарование. Дух Божий, оживи, дай откровение, дай видение, дай понимание, что делать в следующей ступени. Куда идти дальше, как вести народ? Боже, я благословляю, Боже, лидеров, служителей, Боже, миссионеров, просто пусть Твой Дух почивает на них, пусть жизнь Твоя будет внутри их, пусть огонь Божий еще сильнее возгорается, чтоб они в усердии не ослабевали, духом поменели, и Тебе, Господь, служили. Мы благословляем, Господь, сейчас всех зрителей. Помолимся давай за Сирию, за этот многострадальный народ. Давайте помолимся. Друзья, давайте помолимся за этот людей. Мы просим Тебя, Боже, помилуй эту страну, помилуй этот народ. Боже, сколько крови, сколько смертей, как долго да придет Твой мир. Боже, заступись за христианом. Боже, сколько там христиан пострадало. Мы просим Тебя, чтобы эта война, это кровопролитие, это противостояние. Боже, помилуй эту землю. Мы Тебя просим, как Твой народ. И защити, Господь, вокруг Израиля. Защити, Господь, защити, Господь, и помилуй Твой народ. Мы просим во имя Иисуса. Также просим за Украину, за дело, Господь. Просим за Донбасс, просим за всю эту страну. Господь, Бог мой, мы не судьи, мы не знаем всего, мы не знаем всех ответов, мы не имеем права делать выводы только на каких-то определенных моментах, Боже, мы не знаем всего, что происходит. Но Ты сказал, чтобы мы молились, и мы ходатайствуем, и мы молимся за Украину, мы молимся за тех людей, которые страдают невинно, которые сегодня в нуждах. Боже, Ты посети, коснись, пусть придет шалом, пусть придет мир, Боже, пусть придет Твой божественный порядок в эту страну, и пусть, Господь, народ Твой, он еще больше усилится и действует во имя Иисуса Христа. Амин. Позвольте еще раз вам напомнить о Круседе, который будет в Пасхо, штат Вашингтон. Наш веб-сайт hungrygeneration.net. Посетите, пожалуйста, посмотрите, если есть у вас возможность и вы имеете нужду, чтобы Бог помог вам, это лучшее место и время будет, чтобы вам приехать и за вас помолились. Амин. Большое спасибо. Спасибо большое. Приезжайте, люди, узнавайте, прилетайте, это стоит. Стоит инвестировать себя в это. Вот. И вместе будем поклоняться, служить и видеть то, что Бог будет делать. Благодарность вам. Привет огромный. Вашей церкви. Спасибо за приглашение. Вашим людям, вашим деткам. Вот. И шалом также всем вам, дорогие. Вот. Принимайте Божьи мысли внутрь себя и давайте верить Господу. Давайте свои отзывы и как вы слушали, как вы понимаете, вот, может быть, какие-то поправки. Мы все учимся. Все учимся. Никому здесь не навязываем, никому не доказываем, просто рассуждаем. Делимся опытом, делимся познанием в Боге, в меру, как нам открыто, как нам дано понимать, и в меру то, как мы сами служим. Именно не просто говорим, но то, как мы служим и видим это на практике. Спасибо. Благословляем всех вас. Будем обязательно встречаться еще. Поделитесь этой программой с другими людьми. Поделитесь со служителями. Вот. Пусть люди смотрят, пусть смотрят. Много вопросов, на которые нам нужны ответы. Пусть смотрят. И я верю, что мы все призваны созидать. Созидать, а не разрушать. Созидать. И обогащаться дарами тоже Духа Святого к созиданию написано. И таким образом церковь, она защищена от различных нечистых духов, от распознания духов, от лжи бесовской, от неправильных взглядов. Поэтому да поможет всем нам Господь дойти до конца и остаться верными Богу и встретиться с Иисусом и дать отчет своему упованию. Поэтому благодарим еще раз всех вас, воздаем всю славу Богу, до свидания, дорогие, встретимся в следующий раз. Дорогие друзья, в Библии написано в Луке, что были люди в жизни Иисуса, которым Он послужил духовно. Такие, как Мария и Сусана, которые в свою очередь потом они служили своим имением в служении Иисуса Христа. Если говорить нашим языком, это были партнеры Его служения, потому что таким образом мы все вместе при действии в свою меру каждого мы выполняем Божью миссию на территории этой земли. Друзья мои, я хочу искренне обратиться к вам. Есть ли эти проповеди, есть ли эти передачи, есть ли эти программы, они благословляют вас, они благословляют вашу жизнь, и вы чувствуете, что оно помогает вам, и вы растете. Я хочу сегодня призвать вас, чтобы вы стали финансовым партнером служения Flame of Fire, потому что таким образом мы хотим еще больше послужить через эфиры, через эти проповеди, по всему лицу земли, распространяя Евангелие Царства. Я приглашаю вас стать частью этого служения. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok